Добрый день, Надя Преолевна. Здравствуйте. Сегодня вы гость нашей программы, потому что встал ребром вопрос. Со вчерашнего дня общество колышет одна единственная тема. Это решение тарифного совета по поводу подъема цен на газ и электроносители. Страна находится в состоянии экономического кризиса уже достаточно давно. И людям очень сложно выживать в этих условиях. И вдруг вот это заявление тарифного совета упало как снег на голову в конце года, когда и так все знают, что повысит цен практически на все. Народ принял это неоднозначно. То есть люди ждали определенного объяснения от представителей правительства, но никто из них так и не вышел на телевидение и не объяснил, собственно, в чем заключается благо народа, о котором вчера заявлял тарифный совет. Да, причем они преподносили вот эту фразу, что все это пойдет на благо народа и производителей, так как будто это действительно пойдет на благо, но никто ничего не понял. Вы не могли бы объяснить вообще, что это было? Сначала надо понять, почему это вообще происходит. Есть большие проблемы с бюджетом. Дотации бюджета некоторых госорганах, особенно естественных монополистов, которые находятся под руководством правительства, с будущего года будут уменьшаться. Субсидии они больше не будут получать. Это понятно, потому что есть большие проблемы с прибылью, есть большие проблемы с доходом из страны, нефтяные цены падают, и правительство вроде бы хочет уменьшить свои расходы и нагрузку на бюджет. До этого все понятно. Но нет объяснения, почему эти естественные монополисты работают себе в убыток. Хотя они единственные игроки на рынке, они продают достаточно по высоким ценам свою продукцию, но у них постоянно бывают проблемы с платежеспособностью. Надо было начать сперва реформировать вот эти органы, которые и Сокар, и Азаргаз, и Азаренежи, и Азаршир. Вот эти органы должны были быть реформированы. Там структурные реформы должны были быть. После этого, если эти реформы не дают никакого эффекта, можно было бы подумать о том, каким образом и с наименьшим ущербом для населения поднять цены на энергоносители. Но наше правительство пошло по очень примитивному пути. Свои проблемы, проблемы в бюджете, проблемы естественных монополистов просто наложили на плечи граждан. И это было сделано таким очень труднопонятным языком, что многие вообще не поняли, каким образом эти тарифы будут рассчитаны в будущем. Если брать официальный текст документа, который опубликовал Тарифный совет, получается, что, если очень простой формой объяснить, те семьи, которые расходуют в месяц на свет больше 17,5 монат, но ту часть, которую они перейдут, эту сумму, 250 кВт в месяц, они будут платить по новому тарифу. Новый тариф уже 11%, приблизительно на 55% выше, чем старый тариф. Это очень большой подъем в течение одного раза. То есть на 55% тарифа на электричество нет ни в одной стране мира, чтобы за один раз только подняли цены. Насчет газа еще больше там проблема. Проблема в том, что они объявили в течение года 1500 кубометров газа по старому тарифу. Если брать среднестатистическую семью, которая живет в двухкомнатной или трехкомнатной квартире, приблизительно это 4-5 месяцев норма. Получается, особенно в зимний период, если учитывать то, что зимний период только наступил, у нас впереди еще январь, февраль и март, особенно у нас тоже очень холодно бывает в последние годы в Баку. Если учитывать этот период, приблизительно 4-5 месяцев эту норму любая семья, нормальная семья, которая живет, еще раз повторюсь, в двухкомнатной или в трехкомнатной квартире, полностью исчерпает. И после этого они должны уже платить в течение года, в следующие 7-8 месяцев по новому тарифу, где цены повысили на 100%. Еще раз повторюсь, ни в одной стране мира такими большими процентами за один раз, за одну ночь цены на энергоносители не поднимаются. Это можно было бы сделать постепенно, можно было бы сделать параллельно с реформированием этих структур, которые занимаются энергоносителями и являются естественными монополистами на рынке. Но, к сожалению, ничего этого не произошло. Произошло очень примитивное решение, которое накладывает те проблемы, которые правительство должно само решать, на плечи простых граждан. А вот насчет смарт-счетчиков. Вот это вообще что-то странное, и никто ничего не понял. Как вы можете объяснить? Технически очень сложно будет это все внедрить в жизнь, потому что я даже думаю, что будут большие проблемы между гражданами и контролирующими органами насчет, как считать вообще это все. Потому что смарт-счетчики не являются продуктом большого интеллекта, они не компьютеры, у них нет больших объемных программ, они просто считают по тому тарифу, который заложен в память этого счетчика. Но там есть очень странные обстоятельства и очень важные вопросы. Если, допустим, я, как гражданин страны, в течение месяца должен израсходовать по старому тарифу 250 кВт в месяц, допустим, на 20 или на 21 день месяца я израсходовал всю эту норму и должен перейти на новый тариф, а у меня в счетчике уже загружены деньги. Допустим, 30 манат, 40 манат еще остается в счетчике. Каким образом этот счетчик будет в течение одной секунды, одной минуты, как только я перешел этот лимит, будет считать уже по новому тарифу? Каким образом? Как будет это все выглядеть на самом деле? Это вызовет большие споры, это вызовет большие проблемы между населением и естественными малополистами. Я более чем уверен, что начиная с января месяца мы на новостных лентах часто будем видеть такие новости насчет конфликтов между гражданами и контролирующими органами. Насчет газа там тоже непонятный вопрос. Допустим, я уже загрузил на свой смарт-счетчик газовый 100 манат и приблизительно через некоторое время я норму через 5 месяцев, через 4 месяца не имеет разницы, я исчерпал свою норму, а там у меня опять остаются деньги. Каким образом этот смарт-счетчик будет считать уже по новому тарифу? То есть опять появятся вопросы, опять появятся недоумения. Я думаю, что через некоторое время, когда все это на практике будет показывать такую халатичную ситуацию, правительство или же президент вмешается во все это, будет единый тариф через пару месяцев. Я так думаю, это мое предположение. Будет единый тариф, тарифы немножко снизят, допустим, электричество сейчас 11 копеек, выше нормы, до нормы 7 копеек. Сделать, допустим, 9 копеек, поднимут на приблизительно 25-30 процентов и все будут довольны. Все скажут, что вот, правительство пошло на уступку и цены на электрическое снизило. Насчет газа то же самое. Я не думаю, что останется 20 копеек, это слишком много для Азербайджана, тем более для газовой страны, которая сама производит, эта страна сама производит газ. И думаю, что там тоже до 14 копеек или до 15 копеек снизят, на 5 копеек, на 6 копеек снизят. Будет единый тариф и все будут счастливы. То есть вы полагаете, что это своеобразный пиар-ход? Я, скорее всего, на это похоже, потому что я разговаривал с техническими работниками, которые технически знают эти вопросы, потому что я, к сожалению, не разбираюсь в технических деталях. Это мало кто разбирает. Естественно. И вот даже те специалисты, с кем я говорил, они тоже думают, что это будет огромной сложности в реализации такого плавающего тарифа. Или должны новые счетчики принести, за счет кого это будут устанавливать. Если это будет опять за счет граждан, это еще больше недовольствия вызовет. Или же, я не знаю, они, скорее всего, перейдут на единый тариф в будущем. Ну, в принципе, у народа прогнозы весьма тяжелые, потому что повышение цен на энергоносители и на газ, оно, естественно, повлечет за собой рост цен также и на хлеб. Конечно. Повлечет за собой рост цен на продукцию инкубаторов, теплиц и так далее. Совершенно верно. Люди волнуются, что вырастут цены на импортную продукцию, так как в одном из интервью вы говорили, что к концу года запасы местного производителя подходят к концу, и, естественно, упор идет на продукцию импорта. В общем, мы бы хотели знать ваши прогнозы, то есть, насколько тяжело все будет именно так, как думают люди. Будет ли это так, или все-таки какая-то послабинка будет? Я не думаю, что, к сожалению, будет послабинка, потому что параллельно идет еще другой процесс. Параллельно идет удушевение монат. То есть, медленная девальвация идет моната. То есть, в цене будет падать только монат? Да, цена, то есть, курс моната будет падать. Если параллельно еще повышаются тарифы на энергоносители, естественно, будет, то есть, скорость поднятия цен намного усилится. В теплицах, как мы знаем, приблизительно эту норму, которую правительство для граждан установило, может в течение одного-двух дней перевысить эту норму. И получается, что в течение года эти частные теплицы, которые физические лица во многих регионах страны этим занимаются, через буквально пару дней уже будут в течение года платить по новому тарифу вдвойне. Цена будет вдвойне повыситься на газ для них. И также, таким же образом, они очень быстро перейдут ту норму, которая установлена для физических лиц, 250 кВт. То есть, и в электричестве на 55%, и в газе в два раза 100%, у них расходы увеличатся. Соответственно, этот человек не может оставлять цены на прежнем уровне и вынужден будет поднимать цены. Таким же образом, еще сезонный фактор действует на цены на продукты, потому что обычно где-то в декабре, в начале января местная продукция заканчивается вплоть до апреля месяца. И страна практически полностью будет зависеть от импорта. И цены, если курс моната еще дальше будет слабеть, а я думаю, что так и будет, приблизительно до двух монатов мы ожидаем в ближайшие недели, месяцы, курс упадет. Параллельно с этим, если еще курс моната упадет, я думаю, что цены на продукты питания от нынешних цен, от сегодняшних цен, приблизительно на 30-40% еще больше поднимется. То есть это неизбежно. К сожалению, правительство в этом вопросе ничего нормальной программы пока не показывает и не говорит обществу. И я думаю, что через некоторое время опять начнутся эти совковые, советские термины насчет спекулянтов, насчет тех, которые завышают цены. А это все будет естественным процессом. Ни о какой спекуляции в речь не идет. Ну вот, опять-таки, мы автоматически подошли к вопросу, который меня очень сильно интересует. Раньше в Азербайджане существовал целый институт, который контролировал цены. То есть была какая-то ценовая политика, достаточно грамотная цена каким-то образом сдерживалась. Сегодня все практически цены отпущены на самотек. То есть можно ли это считать играми монополистов или же какой-то другой процесс? Ну, вроде бы мы перешли к рыночной экономике, к либеральной рыночной экономике. Официально страна уже давно должна работать по законам рыночной экономики. Но основной закон рыночной экономики это конкуренция. К сожалению, у нас с этим большие проблемы. Долгие годы на рынке страны монополисты держали все под контролем. И речь не идет о тех, которые в розничной торговле этим занимаются. Эти люди простые, люди, которые открыли, допустим, маленький магазинчик или маленький себе объект и торгуют там. Цены не от них зависят. Цены зависят от оптовиков, которые привозят в страну товары. Вот в этом проблема были годами. Были монополисты в любой сфере, в любой сфере, в которой вы хотите заниматься, а в Азербайджане были монополисты. Вроде бы сейчас правительство с помощью некоторых реформ в таможенной службе хочет убрать полностью монополию. Но речь идет о том, что уже люди, которые давно занимаются этими импортными, экспортными операциями, уже как бы съели собаку в этом деле. И люди, которые сейчас должны выйти на этот рынок, уже на два-три шага остаются позади. И те монополисты, которые раньше связаны были с чиновниками и держали рынок под контролем, уже естественным образом имеют большое преимущество на рынке. Уже они давно этим занимаются, у них есть поставщики, у них есть связи. А те новые игроки, которые хотят войти в этот рынок, уже заранее сталкиваются с большими проблемами. То есть регуляция цен во всем мире каким образом происходит? Правительство должно увеличить число игроков на рынке. Когда бывает большая конкуренция, естественно, цены начинают падать. Плюс у правительства есть много рычагов влиять на цен. Это и налоговая политика, это и таможенная политика. Вот, допустим, один пример. Азербайджан не производит лекарства, но цены на лекарства каждый день почти поднимаются. Даже по последнему решению Тарифного совета еще 300 наименований цены поднялись. Что должен сделать правительство? Правительство вроде бы хочет контролировать цены на лекарства, но у него не получается. Не получается просто контролировать, потому что мы полностью зависим от импорта. Мы привозим в страну почти все лекарства. У нас нет местного производства. И что должно делать нормальное правительство? Нормальное правительство в таких случаях полностью убирает таможенную пошлину и НДС на лекарства. Это приблизительно 35%. Сразу же лекарства в цене падают на 35%. Правительство не хочет всего этого делать. Почему? Я не знаю. Честно говоря, такого нормального объяснения у меня нет, потому что логику правительства иногда очень сложно понять. Единственное, более или менее разумное объяснение то, что есть проблемы с налоговым поступлением и с таможненным поступлением в бюджет. Правительство не хочет полностью отказаться от этих поступлений. Это приблизительно, по моим подсчетам, где-то 250-300 миллионов в год от этих налогов выигрывает бюджет страны. И правительство не хочет это терять, но это ложится автоматом на карманы простых граждан, особенно на маломишек граждан, потому что лекарствами, к сожалению, в основном пользуются старые люди, пенсионеры. Их пенсии настолько малы, что практически на лекарства иногда даже на лекарства не хватает. То есть, есть определенные рычаги, которые правительство может задействовать и спустить цены на определенные товары. Правительство этого делать не хочет. И мы потеряли то ценовой контроль, который был раньше, и ничего нового не построили. Получается, от этого выигрывает только монополист. А вы только что заявили о монополистах из сферы газа и света, главных монополистах. Ну, соответственно, вернемся к решению Тарифового совета, которые также пытались успокоить народ с заявлением, что не будет повышения цен на транспорт и на метро. Но это нереально, потому что если поднимутся цены на свет и на газ, соответственно, поднимаются цены на метро. Соответственно, поднимаются цены на топливо, соответственно, поднимутся цены на проезд. И это тоже отравится негативно на, скажем, на терпение народа. То есть, люди сейчас, по сути, до крайней точки кипения уже дошли. Многие впали в состояние депрессии. Как вы считаете, на самом деле поднимутся цены или это просто очередная, как говорится, такая вот смягчающая пилюля для нас, что, дескать, все будет хорошо? Вы не волнуйтесь. Насчет метро уже давно идут эти разговоры. Были несколько официальных заявлений, что себестоимость одного проезда, одного пассажира в метро составляет приблизительно 55 копеек. Как это считают правительственные структуры, я не знаю, потому что это слишком завышенная цена. Поэтому я не думаю, что такого многократного повышения цен на метро не будет, естественно. Но на 20-25% с января месяца проезд метро, цены на проезд метро повысятся. И, соответственно, повысятся и цены на автобусы, потому что многие автобусы там работают на газе, некоторые. И практически получается, что правительство опять будет накладывать все проблемы, большую часть проблемы на население страны. Потому что на самом деле есть проблемы и в метро тоже. И метро очень давно сидит на субсидиях. И никто из правительства не объясняет, почему метро, который практически в день сотни тысяч человек пользуется услугами метро, не может сам себя обеспечивать. Вот где проблема? Где основная дыра, как говорится, где втекают те деньги, которые поступают в метро? Нет этого объяснения. Никакого объяснения нет. Просто есть заявление о том, что метро не оправдывает ту себестоимость, которая вложена на проезд одного пассажира. И поэтому надо поднять цену. К сожалению, ожидается. С января, может быть, чуть попозже. Потому что, если правительство увидит, что недовольство растет среди населения, может быть, чтобы успокоить общественное мнение, чтобы не нагнетать обстановку, как говорится. Может быть, не с января месяца попозже, после зимнего периода, где-то в марте, в апреле месяце поднимет цены. Но в любом случае, в будущем году цены на проезд, цены на общественный транспорт обязательно поднимутся. А вот уже пару месяцев, как после заявления президента Альфа Малиева, правительство всерьез взялось за развитие хлопководства. Ну, также еще и делают ставку на туризм. Согласитесь, что в этом году наблюдался более активный поток туристов. Особенно из арабских. Но, вот как вы считаете, этот поток, он как-то повлиял на экономику страны? Какие плюсы бюджет получил от этого? Есть официальные данные. И официальные данные говорят о том, что вот на 1 ноября этого года от хлопка бюджет заработал всего 29 миллионов монад. То есть, это настолько мизерная сумма, что рассчитывать на то, что хлопок в будущем заменить большие нефтяные деньги просто не приходится. Во-первых, когда страна заявляет, или правительство, или президент заявляет о том, что страна будет аграрной страной, это нехорошо. И как мы помним по учебникам по истории, все те страны, которые в истории нам показывали, где было слабое развитие, всегда было такое слово. Эта страна аграрная. Это был негативный как бы тон, негативные представления о стране. Сейчас, в 21 веке, мы сейчас пытаемся стать аграрной страной. Это не очень хорошо. Естественно, в аграрном сегменте есть преимущества для страны, потому что мы умеем выращивать, мы раньше этого делали, и практически в советское время обеспечивали центральную Россию, Москву, Петербург, другие города России продуктами, сельскохозяйственной продукцией. Да, и хлопководство у нас было на нормальном уровне. Я не думаю, что был миллион тонн, но во всяком случае где-то 500-600 тысяч мы в году собирали хлопка. Сейчас вся эта инфраструктура развалена. Чтобы это все привести в нормальный порядок, опять нужны деньги. То есть мы должны годами вкладывать в этой отрасли, чтобы через 5 лет, через 4 года мы получили дивиденды от хлопка, от туризма, от других сфер. А у страны главная проблема это время и деньги. У нас заканчиваются и деньги, у нас очень маленький срок времени остается для того, чтобы провести кардинальные реформы. То есть я не думаю, что в ближайшие годы и сельское хозяйство, особенно хлопок, сможет очень сильно повлиять на экономику страны, к сожалению. Насчет туризма, в этом году да, был рост туризма, особенно из арабских стран, но на это были свои причины. Как выясняется, что начиная с июля месяца турецкие туроператоры, которые занимались основным арабскими клиентами, из-за того, что в Стамбуле, в Анкаре была попытка государственного переворота, была неясная ситуация, военное положение, многих своих постоянных клиентов, которые отдыхали в это время в Стамбуле, они перекинули в Баку. То есть турецкие туроператоры в этом сильно помогли. Помогло еще то, что наши наконец-то хотя бы для этих стран отменили визы или очень сильно упростили визовый режим. Вот это все повлияло. Но вот сейчас уже видно, что опять все возвращается на круги своя, как говорится. Сейчас такого объема туризма нет, потому что Стамбул уже начал принимать те объемы арабских туристов, которые было до этого. Еще большой, мы почему-то не можем это сравнивать, но, допустим, Грузия получила в этом году арабских туристов в 4-5 раз больше, чем Азербайджан. Это опять-таки истамбульские, турецкие в основном туроператоры направляли своих клиентов или в Баку, или в Грузию. То есть это было временное, к сожалению, это было временное явление, и многие туристы, которые были в Баку, были очень сильно недовольны ценами. По сравнению с Тивилиси, с Грузией, мы уступаем в этом плане, и в плане множества развлечений в Грузии, допустим, есть и ночные клубы, и казино, и больше всего, естественно, тех арабов, которые живут, мягко говоря, в закрытых странах, больше всего интересуют, естественно, не исторические моменты. А какие-то развлечения. Естественно, они ищут развлечения. То есть в этом плане, может быть, в следующем году тоже мы увидим какой-то рост, но сравнивать доходы от туризма, доходы от сельского хозяйства, доходы от хлопка с теми огромными доходами от нефти, которые были за последние 15 лет просто невозможно. Нефтяные деньги просто нас всех, особенно правительство, превратило в лентяев. Правительство очень долгий год надеялись на нефтяные деньги и такого скачкового развития сельского хозяйства, туризма не было. Мы должны были все это начать в 2004-2005 году, когда уже первые деньги от нефти, большие деньги от нефти начали поступать. Если бы тогда начали бы все эти проекты, в течение этих 10 лет мы достигли бы определенного уровня. Сейчас мы начинаем, там есть проблемы, конечно же, во всех деталях этих проектов, но в любом случае начали, но нам нужно время, нам нужно 5-6 лет, чтобы добиться каких-то результатов, а народ не в состоянии ждать эти 5 лет, голодными сидеть и ждать, что через 5 лет от хлопка мы что-то заработаем. Возвращаясь к теме туризма, очень тонкий такой вопрос, по моему мнению, например, вот вы турист, который приехал впервые в Азербайджан, вы меняете свои доллары и евро на монаты, но обратно вы их обменять уже не сможете и уезжаете в страну с этим лишним грузом чужих денег. То есть это архи неправильно, естественно. Но у нас, сами знаете, проблемы с обменниками в банках, обратно доллары купить невозможно. То есть, как вы считаете, может быть, это тоже послужило какой-то причиной для того, чтобы отток туристов, тех же самых арабских туристов наступил и все ломанулись в Грузию? Естественно, это тоже влияет. Для туристов очень важно, очень комфортно себя чувствовать в той стране, куда приехали. Один из этих моментов это то, что в любой момент могут использовать свои кредитные карты или же обменять на местные деньги свои валюты или обратно, когда уезжая, обменять местную валюту на доллары или же евро. Были даже такие случаи, что из России, из Белоруссии туристы в своих блогах, в своих социальных сетях написали об этом, о том безобразии, которое происходит в Азербайджане в связи с тем, что обменные пункты полностью закрыли. И, кстати, это тоже было очень неправильное и необдуманное решение. Правительство, когда приняло это решение, они думали, что они просто этим самым будут бороться против ажиотажа на валютном рынке. Произошло обратный эффект. Во-первых, 4 тысячи граждан в стране остались без работы. Приблизительно 4 тысячи человек работали в обменниках по всей стране. Во-вторых, в субботу, воскресенье и праздничные дни люди просто не могут найти обменные пункты в банке, где можно обменять свои монаты на доллары или же доллары на монаты. Это тоже дополнительные хлопоты возникают. Еще в последнюю неделю практически все банки отказываются продавать валюту. Я понимаю, что связано с тем, что у банков у самих есть большие проблемы и до конца года они должны вернуть огромный долг иностранным кредиторам. Поэтому они не хотят продавать. Еще есть завышенное ожидание того, что курс доллара еще больше повысится в ближайшее время. Им не выгодно сейчас продавать. Но от этого страдают простые граждане и те туристы, которые сюда приезжают. Естественно, если турист один раз в Азербайджане будет испытывать такие трудности, трудности с визой, трудности с документами, трудности с полицией, трудности с обменниками, естественно, этот турист будет очень негативным агентом влияния, как говорится. Он будет в своей среде, своих знакомых и друзей будут рассказывать об этом. Такие личные опыты действуют намного сильнее, чем какие-то красивые ролики в Евроньюз. И никакая красота Кавказского Парижа не поможет. Не кажется ли вам, что и валютный рынок монополизирован, поэтому происходят подобные вещи, то есть закрытие обменников и желание поднять все, как говорится, в один кулак? Считаете ли вы, что это правильно, то, что я сейчас сказала? Есть такие признаки и это очень плохо. Когда в любой стране, когда возникает черный рынок, валютный рынок, значит, экономика этой страны больна. Конечно, потому, что в нормальной стране, нормальной экономикой, нормальной банковской системе невозможно, чтобы был черный обменный валютный рынок. Это в постсоветских странах мы всегда наблюдали, в Узбекистане, в Туркмении, в таких странах особенно, и в Таджикистане особенно, всегда был черный рынок, потому, что экономика была нездоровая, она была закрытая. К сожалению, Азербайджан тоже превращается в такую страну полузакрытую, и есть проблемы в нормальной банковской сфере, поэтому возникает черный рынок. Наличие черного рынка, во-первых, еще отталкивает инвесторов из страны. И так у нас мало, и так мы страдаем от этого, мы хотим привлечь много инвесторов, и инвесторы попросту отказываются сюда приезжать. Те остатки, те люди, которые думают о том, чтобы приехать в страну, и что-то там здесь свой бизнес наладить, при наличии черного рынка, это просто пугает их и отталкивает, потому что наличие черного рынка не дает гарантии того, что те монеты, которые ты заработаешь внутри страны, ты можешь по нормальному курсу перевести в доллары, потому что иностранный инвестор пытается заработать, естественно, доллары здесь, и те вложения, которые он вкладывает в страну, бывают в валюте. Он хочет попросту вернуть свою валюту, говоря простым языком. Если бывает черный рынок, естественно, это влияет на цены, импортеров, потому что ты сегодня привозишь товар, продаешь в монатах внутри страны и рассчитываешь на то, что ты будешь покупать, допустим, доллары по монат 70. В течение двух-трех недель на черном рынке монат поднимается до монат 85, и, естественно, ты теряешь. И ты вынужден бываешь уже заранее накладывать на цену еще этот риск, валютный риск. Это называется валютный риск, приблизительно на 10%. То есть это наличие черного рынка, во-первых, пугает инвесторов, во-вторых, сильно толкает цены во всех сферах вверх. Давайте попытаемся спрогнозировать на 2017 год судьбу нашего многострадального моната. Как вы считаете, что будет дальше? Есть ли какие-то у нас весомые надежды на то, что все-таки падение моната будет приостановлено? И каким образом, если это произойдет? Первый рубеж, который в ближайшие недели ожидается, это, конечно же, психологический рубеж 2 моната 1 доллар. То есть это самый такой психологический момент. Я думаю, что после этого немножко рынок успокоится, потому что экономика страны должна привыкнуть к новым реалиям. И некоторое время, скорее всего, будет приблизительно на этом уровне курс моната. Но все будет зависеть, естественно, от нефти. И цены на нефть, если в следующем году поднимется, хотя бы до 60 долларов, что ожидает наше правительство. Единственная надежда нашего правительства, к сожалению, это то, что цены на нефть поднимется. Тогда монат может остановить свое падение и может быть даже немножко укрепиться. Но если цены будут на нынешнем уровне, на уровне 45-50 долларов, к сожалению, монат и дальше будет падать в цене, потому что страна очень сильно зависит от импорта. В некоторых сферах практически стопроцентная зависимость. Это, как я уже говорил, лекарства, это готовая одежда, это автомобили, запчасти, бытовая техника, бытовая химия, косметика. Любую часть возьмите, там практически стопроцентная зависимость. Продуктовая зависимость приблизительно на уровне 50-50, потому что у нас есть такое мнение, что у нас на рынке много местной продукции. Но, к сожалению, все те производители, особенно Азерсун, который является одним из главных монополистов и поставщиков местной продукции, для того, чтобы производить, получают товары в основном из-за границы. Естественно, на их цены это тоже действует, и на отток доллара, отток валюты страны это тоже действует. Поэтому такая зависимость от импорта, к сожалению, в будущем можно уверенно говорить, что монат ждет очень тяжелое время. Единственное, еще раз подчеркиваю, надежда, это нефть. Если цена на нефть поднимется, немножко все стабилизируется. Если будет на нынешних уровнях, а еще, не дай бог, если упадет до 30 долларов, что немаловероятно, потому что есть большие проблемы на нефтяном рынке, тогда скорость падения моната усилится в разы. Да, и вот последний вопрос, который меня просили задать пользователям социальной сети Facebook, как выжить людям в эти сложные времена? Возможно, вы как экономист посоветуете какие-то методы экономии? Заниматься ремонтом, допустим, одежды, обуви, потому что люди не будут тратить на ремонт, то есть на покупку новой одежды и обуви, потому что все уйдет на продукт, на лекарства. То есть вот это чисто практические такие заметки. Поэтому если кто-то умеет это делать, пусть занимается этим. Если кто-то умеет дома печь пирожки, пироги, ну в любом случае это будет выгодно продавать, пусть занимается мелким бизнесом этим. То есть нужно выживать, конечно же, нужно фастфутовский сектор будет развиваться. К сожалению, те, которые занимаются продажей или привозим одежды или обуви, они будут страдать. То есть эти магазины, эти торговые точки еще дальше будут закрываться. Особенно в последнее время это явно видно, что товарооборот в таких объектах сильно падает. К сожалению, те люди, которые работают в этой сфере, могут потерять работу. И поэтому мелкий ремонт, мелкие производства, мелкие услуги, особенно фастфутеры, вот такие вещи будут пользоваться спросом. И люди должны приспосабливаться к этому. И в ближайшие годы, к сожалению, никакого резкого скачка без резкого повышения цен на нефть не будет. Мы должны к этому привыкать, мы должны еще больше понимать, что мы должны производить и продавать миру какую-то услугу или продукцию. Нефть это не продукт нашего интеллекта, это дар Божий. Это имеет свойство заканчиваться. Практически у нас заканчивается нефтяная эра. Была такая страна, Габон назывался, у них 10 лет был нефтяной бум. И по числу потребления шампанского Габон очень долгие годы занимало первое место в мире. Они в нем купали. Да. И были виллы по 10 миллионов долларов. Сейчас эта страна живет за счет продуктовой помощи ООН. Я, не дай Бог, я не хочу и не думаю, что Азербайджан в будущем ждет такие времена, но надо ко всему готовиться, надо усиленно работать, особенно правительство. Правительство должно выйти с такого режима ожидания больших нефтяных денег. Оно должно быть очень гибким, работающим и думающим о народе. Если все это в самокупности у нас произойдет, дай Бог, у нас не будет таких больших катаклизмов, как было в некоторых нефтяных странах. Азербайджан 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 Азербайджан